СПАРТАК ЦСКА Я так вижу, что никаких замен вроде бы не произошло, судя по всему. Ну и начнем с армейцев. Первый номер Сычев в воротах, второй Попкович в защите, третий Миссюра, четвертый Левкин, пятый Епурь, шестой Антонов, седьмой Гришин, восьмой Игнашевич, Дмитрий Игнашевич. Тут важно. Девятый номер Егор Шиповалов, десятый Андрей Савиков и одиннадцатый Вадим Конюх. Ну и спартаковцы, конечно же. Первый номер Даниил Мажоровский, двадцать девятый Алексей Давыдов, восьмой Александр Мухин. Спартаковцы сейчас на своей половине, опасно отдают мяч голкиперу, но тот уверенно играет ногами. По завещаниям Валерия Карпина, голкипер должен играть ногами. Продолжим о составах. Четырнадцатый номер Артем Япранцев, пятый Вадим Хромин, двадцать первый Денис Слеусов, двенадцатый Владимир Поляков, одиннадцатый Кирилл Жуковский, двадцать восьмой Степан Мельников, десятый Артем Закиров и семнадцатый Илья Голуб. Ну а там штрафной назначил арбитр, насколько я понимаю, спартаковец нарушил правила в борьбе в атаке и голкипер будет вводить мяч в игру голкипер армейцев. Спартаковцы развивают свою атаку с центра поля, передача, но там никого, в общем-то, нет. Но вот устремляется вперед один из спартаковцев, это был Владимир Поляков, двенадцатый номер, но не успел он. К сожалению, голкипер его опередил, но у него было преимущество где-то метров три-два, благодаря чему он оказался первым на мяче. ЦСКА переходит в атаку, центр поля они уверенно прошли, заброс на правый фланг, но здесь никого вообще нет. Свободная абсолютно зона и мяч был послан настолько сильно, что армеец не успел за ним, а именно передача-то была на как раз-таки лучших бомбардиров армейцев, на Сергея Гришина. Ну, удар от ворот, удар от ворот, Данил Мажоровский будет вводить мяч в игру. Передача в центр поля, борьба, Сергей Гришин ее выигрывает, пробрасывает себе мяч направо, и арбитр возвещает о том, что Спартаковец нарушил правила. Артем Япронцев, по мнению арбитра, видимо ударил по ногам соперника, ну там действительно была небольшая задержка и подножечко. Тоже имело место. Давайте вспомним, какие результаты других команд, других возрастов, точнее говоря, были уже зафиксированы в этом туре между ЦСКА и Спартаком. Он в 2005 год сыграл 1-1, в 2004 ЦСКА победил 2-0 и в 2003 ЦСКА победил 4-1. То есть Спартаковцы пока в этом туре побед на ЦСКА не одержали, но, может быть, как раз-таки в этом матче удастся зацепиться как раз и одержать победу. Тем не менее, пока счет 1-0 в пользу армейцев, они ведут. В общем-то, и по счету, и по игре. Но Спартаковцы очень стараются. Местами это, конечно, получается. И получается довольно неплохо. Вот как сейчас, например, проход по правому флангу. Подача должна быть. Не было ли там фола? Но арбитр молчит и, видимо, никакого нарушения правил не было. Борьба на правом фланге. Один за одним там падают армейцы. Арбитр показывает, что нарушения правил не было. И ЦСКА переходит в атаку. Очень опасная ситуация может возникнуть, если бы отдал на право армеец. Но, благо, он этого не сделал. И вот только сейчас на этот фланг мяч переводят армейцы. Сергей Гришин. Ну, здесь уверенно. На этот раз играет Артем Япранц. И центральный защитник Александр Мухин отдает Мажоровскому. Тот выносит мяч в центр. Борется Илья Голотов, но, к сожалению, борьбу проигрывает. И вновь по правому флангу атакуют армейцы. Вдвоем прессингуют защитника Спартака. Ну, Артем Япранцев просто молодец. С двумя же справился. Из работы Лау для своей команды вбросил мяч в игру на своего. Просто молодец. И сделал еще и точную передачу вперед. Илья Голотова. Тот прорывает с полевого флангу. Но защитник армейцев действует в подкате. По мнению арбитра было нарушение правил. Если честно, я его не заметил. Показалось, что армейец сыграл в мяч. Я уже готов был говорить о том, что будет вброс из-за боковой. Но арбитр, а именно Алексей Ценглер, сегодня главный арбитр матча, он возвещает о том, что штрафной пробьют спартаковцы и будут подавать, видимо, в штрафную же площадь. Подача должна последовать. Мельников подает в штрафную. Но там ничем эта атака не заканчивается, к большому сожалению. Мельников же борется в центре поля, выигрывает борьбу. Но по левому флангу не удается никак прорваться. Армейцы перехватили мяч. Сергей Гришин передает вперед по правому флангу атаки армейцев. Но уверенно играет опять Артем Япронцев и зарабатывает штрафной. Да, вот так вот. Эмоции тоже зашкаливают. Это все-таки дерби, друзья. Спартаковец так сгоряча толкнул соперника. Артем не сдержал в некотором роде эмоций. Все мы знаем, что не так давно дисквалифицировали Неймара на Кубке Америки. Аж на 4 матча. Поэтому Артему Япронцеву тоже надо быть аккуратнее. Да, но штрафной ничем, к сожалению, не заканчивается. Дмитрий Сычев играет на выходе. Уверенно забирает мяч в руки. И спартаковцы уже в защите пытаются отбороться против соперника. Казалось бы, побеждают в этой борьбе. Попытались вынести мяч, но армейцы переходят в атаку. Это шестой номер. Атакует Антонов, расстреливает в штрафную. Там спартаковцы уверенно играют в защите. И все-таки ничего опасного армейцам создать не удается. Благо для нас. Для спартака. И удар от ворот. Даниил Мажоровский будет вводить мяч в игру. Он так довольно спешит. Явно это свидетельствует о том, что как минимум Даниил хочет отыграться в этом матче. Но арбитр показывает, что должна произойти замена у армейцев. Суть по всему, вместо Дмитрия Игнашевича кто-то выйдет. Смотрю, что он отправляется к боковой линии. Кто вместо него? Давайте вспомним запасных армейцев. Сейчас, во-первых, посмотрим, конечно, кто вышел. А потом вспомним остальных, кто еще в запасе находится у ЦСКА и у Спартака. Тем временем Мажоровский ввел мяч в игру. Голотов поборолся, но, к сожалению, не зацепился за этот мяч. Армейцы забрасывают направо. Здесь Артем Япринцев вновь играет уверенно. Подкат, ну, абсолютно, абсолютно чисто в мяч было сыграно. Но вот арбитр считает, что довольно опасно. Довольно опасно. И Спартаковец, и Армеец лежат на газоне. Судя по всему, действительно, повреждение какое-то было. А сыграл, таким образом, двадцать первый номер Денис Слевусов. И Алексей Ценглер говорит, что штрафной удар должен быть пробит армейцами. Его будет исполнять Андрей Савиков. Десятый номер команды ЦСКА. Наверное, подача штрафную должна последовать. Так и есть. Ну что, Спартак? Спартак играет уверенно в обороне. Даниил Мажоровский выходит, забирает мяч в руки и будет вводить его в игру. В центр вроде бы вводит, но ни один из его партнеров как-то не откликается на эту передачу. Из-за чего следует потеря мяча. Но вот отборолся Алексей Давыдов на правом фланге. Довольно-таки уверенно заработал штрафной в пользу нашей спартаковской команды. Передача вперед. Казалось, что там насел на нашего игрока один из армейцев, но нет. Арбитру, по счету того, что никакого нарушения правил не было. И спартаковцы рвутся по правому флангу в атаку. Армейцы ее прерывают. Из-за боковой будут спартаковцы бросать. Из-за боковой бросили. Последовала передача штрафную, но довольно не сильно. И там никого из партнеров, собственно говоря, не оказалось. Хорошо вошел штрафную Поляков, но, к сожалению, опять последнего паса ему не хватило для того, чтобы спартак открыл счет своим мячам в этой встрече. Ну а здесь армейцы очень опасно атакуют. Болельщики тут же взрываются. Прострел. Гришина с правого фланга. Но спартаковцы уверенно играют в обороне. Тем не менее, подбор за армейцами. Подкат. Очень хороший подкат в исполнении Кирилла Жуковского. И он тем самым отвоевывает мяч в пользу спартака. Из-за боковой бросают спартаковцы вновь с правого фланга. И еще раз будут повторять этот элемент, это упражнение. Что на этот раз вновь там Поляков борется за этот мяч. Пытается прострелить штрафную, но, к сожалению, опять никто не откликается. Ну, хотя можно опять-таки констатировать факт, что и передача не очень удачная. Из-за боковой будут вновь спартаковцы вбрасывать. Так раз за разом они с правого фланга вбрасывают мяч из-за той самой линии, ограничивающей поле. По бокам. Да, и ЦСКА атакует очень опасно, но, благо, очень уверенно опять в подкате действует Артем Япранцов. Ну, стоит сказать, что в обороне он, наверное, не остальных. По крайней мере, во втором тайме. Действует просто классно против одного, против другого соперника. Один в один пока. Никому не удалось его обыграть. Подача в штрафную, но мяч пролетает всю штрафную площадь. И, собственно говоря, Гришин подбирает его. Армейцы продолжают свою атаку. Вновь Гришин с мячом на правом фланге. Против Артема Япранцева. Тут дает-таки ему подать, но подачи не удается, потому как Даниил Мажоровский на выходе забирает мяч в руки. Стоит отметить такой интересный факт, что на этом матче находится... Давайте, после этой атаки очень опасно удар штанга. Боже мой. Илья Голутов попадает в штангу. Очень опасный момент был и, конечно, должен был реализовывать. Илья, к сожалению, не удалось. Так бывает. Так бывает. К сожалению, не всегда мяч идет в ворота. Казалось, что уже некуда деваться мячу. Он должен залететь в сетку, но каким-то чудом он угодил таки в стойку ворот. Армейцев и Илья, конечно, очень раздосадован. Это, в принципе, видно сейчас по тому, как он двигается на поле. Тем не менее, не выключается он из игры. Видим, что старается он открыться. Но вот сейчас откровенно видно, как он поднимает голову вверх, спрашивая самого себя, как же я так не попал. Ну, так вот, стоит отметить такой факт, что на этом матче находится новый спортивный директор Академии Спартака имени Федора Черенкова. Это Дмитрий Иванович Гунько. Наблюдает он за юными спартаковцами. Смотрит, наверное, кто наиболее интересен для молодежной, для, в перспективе, может быть, и для основной команды, может быть, для Спартака 2, ну и так далее. На мой взгляд, это очень немаловажный факт. Боковой арбитр свидетельствует о том, что там нарушение правил со стороны Спартака было. Армейцы будут пробивать штрафной со своего левого фланга обороны. Галкипер будет пробивать этот штрафной. Галкипер армейцев Дмитрий Сычев. Как ни странно, полный тезка того самого Дмитрия Сычева, который в свое время в Спартаке играл, да? Как вы все помните. Данил Мажоровский уверенно сыграл вновь ногами. Отборолся в центре Степан Мельников, заброс на Илье Уголотова, но тот борьбу не смог выиграть у защитника армейцев. Александр Миссюра отыграл вратарю. Ну вот, вновь борьба. И все-таки мяч возвращается к Дмитрию Сычеву, который забирает его в руки. Не спешит он с вводом мяча в игру. Это понятно, его команда ведет. Некуда спешить. Заброс вперед по левому флангу армейцев. В центре такой довольно жесткий стык. В него вступил Денис Леусов, но мяч таки спартаковцы не отобрали. Армейцы по левому флангу атакуют, подачу штрафную. И Александр Мухин мяч выносит на своего. Очень неплохо было сыграно. Заброс в атаку. И в итоге мяч приходит к Дмитрию Сычеву, как ни в чем не бывало. Очень-очень неспешно он к нему прилетел. Он его вынес. В центре поборолся. Один из спартаковцев, но... В итоге только лишь Даниил Мажоровский оказывается с мячом. Ну а здесь, может быть, очень опасно. Илья Голотов пытается уйти от двоих соперников. Обыграл, казалось бы, сделал передачу. Протолкнул таки мяч на Полякова, но тому не удалось ударить. А было опасно. Но спартаковцам вновь не удается реализовать опасный момент. Вот два подряд довольно-таки опасных эпизода заканчиваются тем, что Спартак, к сожалению, не может никак их реализовать. То штанга, то здесь просто Владимир Поляков не успел ударить. Голкипер сыграл на опережение этого эпизода. Довольно уверенно. Ну и замена еще одного вармейцев вместо Сергея Гришина. Выходит. Давайте посмотрим, кто. А вышел Лев Дубов, номер 14-й, вместо Сергея Гришина под номером 7. Борьба в центре. Спартаковцы приобретают для себя этот мяч бесхозный. И Артем Япранцев попытался прорваться по флангу. По левому не удалось ему этого сделать. Но тут же в обороне он отыгрывает, возвращаясь. Подкат совершает. Молодец. Отборолся. Отстарался, если можно так сказать. За двоих буквально. Но ЦСКА остается с мячом на левом фланге на этот раз. Классно убирает одного из спартаковцев. Армеец. На ложном движении, на ложном замахе. Вновь на левом фланге. Армеецы атакуют. Но в отборе очень уверенно играет Александр Мухин. Через центр спартаковцы пытаются атаковать. Илья Голотов пытается скинуть партнеру. Но получается сопернику. В центре борьбу выиграл Денис Слевосов. Но, к сожалению, тут же армейцы мяч отобрали. И по левому флангу врывается в штрафную. Бьет по вороту. Одиннадцатый номер. Вадим Конюхов. Но Даниил Мажоровский на месте. Забирает мяч в руки. В центре поля вновь борьба. Заброс вперед. Там апсайд. Зажег флажок боковой арбитр. И возвестил главного о том, что спартаковец забежал за эту условную линию, проведенную боковым. Тем самым нарушив правила. Вне игры. Следует множество подсказок на поле. От одних и от других. Пытаются как-то завести партнеров. Пытаются что-то подсказать, посоветовать. Здесь классно обыгрывает, конечно, нашего защитника армеец. Нет, чисто, чисто сыграно. Даниил Мажоровский просто молодец. Успел отыграть. Очень классно. Переиграл нападающего армейцев. Но было неприятно. Неприятно для нас. И приятно для болельщиков ЦСКА, которые здесь бьют в барабаны. Как в той самой песне Аргентина Ямайка. «Зачем ты стучишь мои барабаны?» Кстати говоря, вчера-то, в общем, все ожидали того самого счета 5-0. Но Аргентина обыграла Ямайку всего лишь со счетом 1-0. И даже знаменитый Лионель Месси признал, что команда Аргентины немножечко расслабленно действовала во втором тайме. Ну а «Спартаковцы» переходят в атаку. Из-за боковой будут бросать на правом фланге. Может быть, что-то удастся опасное создать оттуда. Прострел в штрафную, но там никого нет. Защитник армейцев сыграл довольно уверенно. Выносит мяч. «Спартаковцы» выиграли борьбу в центре. Артем Япранцев закидывает опять-таки по центру. Денис Леусов. «Спартаковцы» классно ушел от одного, от второго. Сделал передачу, правда, назад, но благо своему. И Алексей Давыдов попытался отдать направо. Там серьезная такая борьба, в которой победителем оказывается футболист московского ЦСКА. И от ворот удар. Армеец поставил корпус. Заработав тем самым стандартное положение для своей команды. И, конечно же, Сычев абсолютно не торопится. Некуда ему спешить. Подсказывает партнерам, что, может быть, стоит подойти поближе, разыграть побыстрее. И даже арбитр уже дает свисток, чтобы Дмитрий вводил мяч в игру. Ну что ж, «Спартаковцы» выиграли мяч в центре. И тут же его потеряли. Заброс вперед армейцами. Тем не менее, уверенно, защитники наши действуют. И фолл в центре поля. По мнению Алексея Ценглера, «Спартаковцы» пробивают штрафной. Казалось бы, по катящемуся мячу ударил Александр Мухин, но арбитр это не заметил. И «Спартаковцы» атакуют. На левом фланге с мячом. Можно попытаться обыграть, но там уже два соперника. Это будет крайне сложно. Артем Япранцев передача по тому же флангу, по левому. И казалось, что мяч нашел партнера. Тем не менее, к сожалению, тому не удалось его сохранить. Армейцы переходят в свое наступление. Это может быть опасно и неприятно, но тут понимал прекрасно Егор Шиповалов, что находится в положении вне игры и, соответственно, не попытался даже зацепиться за этот мяч. На этот раз вот он его приобретает для себя. Отвоевывает, делает передачу направо. Дубов подает и подает плохо. За ворота. Таким образом, Даниил Мажоровский будет вводить мяч в игру. Вновь наш вратарь владеет мячом. Хорошо вводит его в центр на своего, на Илью Голотова. Тот мяч выиграл. Тут же следует борьба у центральной линии, в которой наш игрок нарушает правила. Вадим Хромин, правый защитник, К сожалению, ударил по ногам соперника. Точнее, даже можно сказать, что взял на бедро. Такой прием в стиле любимого вида спорта нашего президента, Владимира Путина. Дзюдо. Что-то из него было использовано. Армейцы подают штрафную. Спартак выносит мяч. Тем не менее, армейцы за него цепляются. И благо под ногой его пропускает Лев Дубов. Ошибка, конечно, досадная, наверное, для любого футболиста. Можешь обработать мяч, казалось бы, когда он у тебя уже в ногах. Но вот ты так приподнимаешь ногу, пытаешься его обработать внутренней стороной стопы, а он предательски вдруг оказывается под твоей ногой и прокатывается мимо тебя. Спартак борется в центре. Неплохо действует Денис Леусов, раз за разом отвоевывая мяч в центре. Классический такой, знаете, опорный полузащитник. Конечно, Джина Рогатуза ему вряд ли можно поставить в пример и сравнить его с этим футболистом, знаменитым итальянским, который недавно был как раз-таки на одной из тренировок у московского ЦСКА, общался с Леонидом Слуцким. Говорят, что мог он оказаться в свое время в Анжи, и сейчас прощили ему, что он возглавит один из российских клубов. Но этого не случилось пока. Вновь борьба в центре, наверху. Армейцы ее выиграли. И по правому флангу переходят в атаку. Артем Япранцев показал, что было нарушение правил. Таким по ногам съездили довольно серьезно, но арбитр этого не заметил, не дал никакого свистка, и боковой тоже никак не среагировал. В итоге аут в пользу армейцев. С правого фланга атаки они его будут сбрасывать. Точнее, наверное, полузащита, потому что прям центр поля. И Егор Шиповалов прорывается сквозь трех, буквально, соперников. А точнее говоря, наших спартаковцев. И получает повреждения Кирилл Жуковский. Это было бы неприятно потерять лучшего бомбардира в такой ситуации. Но бомбардира, капитана и, по сути, ключевого игрока команды вот в такой ситуации терять, конечно, не хотелось бы. Штрафной пробивают армейцы. Ну, благо, все хорошо, я смотрю, с Кириллом Жуковским. Армейцы продолжают развивать свою атаку. Спартаковцы пытаются навязать какой-то прессинг, как-то поддавить соперника, чтобы не удалось им перейти в атаку. Тем не менее, вот мяч доходит до штрафной площади Спартака. Очень классно на замахе обыгрывает одного-второго соперника Алексей Давыдов. Вроде бы защитник так не должен действовать. Точнее, защищающийся игрок не должен так действовать у своей штрафной или практически в ней. Но вот Алексей Давыдов классно сыграл, обыграв соперника. Вновь армейцы атакуют. Это очень опасно. Даниил Мажоровский на выходе, забирает мяч в руки. Отпустил довольно далеко его от себя Егор Шповалов. И наш вратарь сыграл уверенно. Благо, что и защитник тому поспособствовал. Контролировал в целом ситуацию, чтобы вратарь забрал мяч в руки. Вновь борьба в центре. Передача вперед армейцев и офсайд. Судья зажигает флажок. Еще один офсайдик. До него Мажоровский показывает, что он готов вводить мяч в игру. Показывает своим партнерам, что стоит открываться под его передачу. Заброс вперед к штрафной. Борьба. Ну, как-то так все мимо мяча проскочили. Армейцы спокойно на свободном месте этот мяч подобрал. И фол со стороны спартаковской команды. 59-я минута встречи. 1-0. ЦСКА побеждает. Спартаковцы пытаются это как-то нивелировать преимущество соперника. Но, к сожалению, это не удается. Хотя моменты были. В общем-то, если бы реализовали два опаснейших эпизода с проходом Ильи Голутова и затем Владимира Полякова, то, возможно, счет был бы совсем другим. Но если бы до кабы. Все мы знаем, как в том анекдоте, да? Что было бы с бабушкой, если бы у нее что-то было. Ну, Спартак отмоевывает мяч. Небольшое лирическое отступление я себе позволил. Артем Япранцев уверенно сыграл. Вынес мяч налево. Здесь Юрий Железнов, вышший на замену, сыграл. Но, тем не менее, Спартак мяч потерял. Остается совсем ничего до конца. Прям удивительное маленькое количество времени. Каких-то 30 секунд. Может быть, плюс какое-то добавленное. Спартак переходит в атаку. Может быть, сейчас удастся таки сравнять счет. Железнов на левом фланге. Обыгрывает одного-второго. Проходит сквозь буквально троих соперников. Но тем удается отвоевать мяч. Да, и, судя по всему, офсайд был у Спартаковца. Поэтому будут водить мяч армейцы в игру. Да, и даже арбитр, не дожидаясь ввода мяча в игру с этого стандартного положения, возвещает о том, что матч окончен. К сожалению, московские спартаковцы проигрывают армейцам. 1-0. Напоминаю, что это был матч. Продолжение следует...